А вот такой плюс или минус в вашей системе координат профессии, как узнаваемость. Вот вас ведь узнают, да? Вы выходите на улицу. Что в этом хорошего, что в этом плохого? Ну, вы знаете, замечательно, как это рассказал Андрей Вадимович Викаревич, что он действительно за всю свою жизнь в пространстве Советского Союза, русскоговорящих и так далее, людей, его популярность, она его истязала, он не мог нигде появляться, он был в этом смысле зависел, он не мог никуда прийти, не мог прийти свободно, его контролировали. И вот он оказался где-то там в Америке или что-то такое. И вот прошел день, и никто к нему не подходит, прошло два, прошло три, и на четвертый он как-то не понял, что происходит в этой жизни. Вы знаете, поэтому врет наверняка тот артист, который говорит, что, вы знаете, мне это совершенно все равно не... Опять же, есть моменты в жизни. Но то, что меня узнают, мне приятно, во-первых, я очень часто хожу, я никогда не крашусь в жизни, и поэтому иногда предположить, что это я, на меня даже люди смотрят внимательно и говорят, нет, точно, это не она, они подпопедают. И я от этого ловлю только кайф, потому что как-то мне хочется сохранить и для самой себя собственное лицо. Вот. А с другой стороны, когда вот был момент не родись красивой, вот с этим сериалом произошло что-то немыслимое, я просто поняла, о чем говорила когда-то Фаин Георгиевна Раневская. Вот эта муля, не нервируй меня, потому что за мной бегали люди, я входила внутрь вагона, и ко мне начинали, кричали, Кристина, кукусики, бабасики, дядьки-тетки. И я вжималась, я в ужасе была. И я помню, что я сидела, я села вот как-то, и там Кристина, Кристина, и вдруг какой-то мужчина, который сидел рядом со мной, в метро, он говорит, не смейте называть ее Кристиной, это Юлия Ильинична Рудберг, она заслуженная артистка театра Вахтангова, не смейте это делать. И там еще, и я сижу, и мне казалось, что я попала в какой-то город зеро, что-то про меня говорят, без меня меня женили. Я сидела просто как кукла какая-то, и вылетела оттуда. Вот это ад, это кошмар. Вот такой узнаваемости. То есть я никогда не хотела быть шлягером. Упаси Господь. А то, что я, как сказать, многими узнаваемая, то, что люди относятся ко мне с уважением, и то, что последние годы, это не моя фраза, но мне было чрезвычайно приятно и гордо. Больше, чем всякие металлические изделия, которые у меня стоят за какую-то конкретную работу или стеклянную, когда люди говорили, что если есть ваша фамилия в афише, мы знаем, что это будет хорошо, или там, что ваше имя является гарантом качества. Вы знаете, вот такие слова надо заслужить. Это уже какой-то момент восхождения, и это какой-то такой, как мой папа любит говорить, это итог. В этом есть промежуточный итог. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.